Сергей Харитонов в первую очередь известен своими выступлениями на мировой арене смешанных единоборств, но также на его счету немало зрелищных и крутых поединков по правилам бокса и Кайван. Сегодня мы с вами посмотрим его бой на турнире «Жара» Fight Show, который состоялся в Москве в 2018 году. Спустя всего несколько дней после тяжелого сражения с Антоном Визигиным в рамках «Иван Челлендж 92» соперником Сергея стал опытнейший бельгийский кикбоксер Фредерик Синистра по прозвищу «Гробовщик». На его счету были десятки побед на турнирах по Кайван, четыре титула чемпиона Бельгии и три титула чемпиона мира по кикбоксингу. Специально для тех, кто верой и правдой служил и служит в ВДВ, морском десанте, разведке или спецназе, кто всей душой любит чистое, мирное небо, кто уважает храбрость и силу духа, Великоросс создал новую коллекцию просто фантастических кожаных ремней. Мощные и надежные, они выполнены из премиальной вологии кожи в различных цветовых решениях. Вариант с классической бляхой или с современной автоматической, позволяющей невероятно удобно регулировать ремень. Сами бляхи изготовлены из латунных и мельхиоровых сплавов и выглядят солидно и брутально. Внешняя сторона кожаного ремня методом горячего тиснения украшена легендарными словами «Нет задач невыполнимых, есть десантные войска». Особенно порадует внутренняя сторона ремня. Здесь нанесен полный текст легендарной песни «Расплескалась синева», которая звучит в сердце каждого настоящего воина. Отдельно стоит рассказать о подрачной коробке, которая также является произведением искусства. Она имеет форму настоящего парашюта и окрашена в цвета флага ВДВ. Специально для наших подписчиков по промокоду М1 Великоросс дает большую скидку. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и заказывайте крутые вещи от настоящего отечественного бренда. И по силу в Бозе, тем не менее, законодателем МОД. Ну и, как я уже говорил, по кикбоксингу не выступал с 2014 года. А до этого предыдущий поединок провел он на М1 челлендж в мае, 24 мая 2018 года. Все мы помним. Дрался он с Антоном Визигиным и получил правому глаза. Сначала признали победителем Харитонова, но потом в официальных данных бой был признан не состоянный. Причем, что мне больше всего понравилось, сначала вышло официальное заявление Сергея, в котором он просил президента Ван Глоба Вадима Венгельштейна объявить бой как ноу-контест. Говорит, мне такая победа не нужна. И, в принципе, это показатель его как бойца и как человек. И потом уже вышло официальное заявление Вадима Венгельштейна, в котором, наконец-то, бой был признан ноу-контест. Ну, честь и хвала. Да, ну и на словах договорились они тогда с Визигиным на счет реванча. Ну что, давайте сразу уже к этому бою. Пока у нас такая массированная атака по нижнему уровню. Фредерик Синистра видел бои с Даниэлем Гиттой. Я думаю, смотрел их довольно внимательно. Потому что у Сергея тогда снимали несколько материалов. У Сергея перед боем еще с Барнетом. Я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. И он тогда, Сергей сам отмечал, что это был, наверное, единственный поединок, после которого было реально очень плохо. Когда его носить пытались, он в итоге вышел в сознание, он потерял в раздевалке от лоу-кика. Правый лоу-кик, да. Тогда вот как раз опал в официальных данных и записи. Капа вылетел. Вот интересно от попадания или маленькие спортивные или околоспортивные хитрости. Сергей очень тяжелый удар. Я, ну как бы, упоминаю совсем дела. Давно минувшие дни. Предание старины глубокое. Сергей мало не был в Олимпийской сборной России по боксу. 2004 года он тогда травмировался. И очень жаль. Потому что данные, конечно, были совершенно сумасшедшие. Да, тренируется он, кстати, в клубе «Витязь Файт». Здесь сегодня и Руслан Кривуша, главный тренер этого клуба. Ну и Сергей Харитонов, большой друг Александра Поветкина, сейчас активно дорабатывает. Руками, кстати, я думаю, что с Поветкиным они периодически спарринговали. Ну, скорее всего. Чисто по боксу работают. В Чехове очень часто Сергея можно увидеть. Но вот сейчас, кстати, Синистра пытается огрызаться, отвечает, оккупирается. Но Сергей не так далеко столкнулся с атакующей территорией. Подцепил здорово джебом перетоном соперника. А вот лоу-кики все-таки, да, Синистра молодец. Хорошо поднял апперкотом на обходе по защите. Но здесь у Сергея по защите. Прекрасный удар. Я нам чуть-чуть не донес. Чуть-чуть не донес. Заставляют он Синистру побегать от него. Синистра пытается... Вот хороший апперкот, да, цепанул. А вот тяжелый. Тяжелый, тяжелый, как и лоу-кики у Синистра. Синистра все-таки кикер. Кикер высокого уровня. Здесь надо обязательно щитами обставляться, иначе... О! И под этот самый щит, то, что как раз советуют, под щит правой сбоку. Хорошо попадает. Вот двоечка руками и лоу-кик. Вообще классическая боксерская комбинация от Синистра была. Только что показывает, что пробил. Вот на руках такое ощущение, что Сергей его все-таки переработает. Конечно. Уже низко опускает руки. Вот боковых чуть-чуть не хватает Сергею. Сергею, вы знаете, вы знаете, Роман, мне кажется, Сергей еще не начал включаться. Пока не начал включаться. Первый раунд. Сейчас пытались привести, вы знаете, Фредерев. Тяжеловато. Там очень было в углу. Было видно. Ага. Сейчас, говорит, уважаемый, сейчас мы с тобой договорим, потом я тебе руку пожму. Это сплоу, поднимай, билет. На, обратно. Вот ответ. Отлично. Хорошо. Вот теперь щит подставляет Харитонов. Дым, дым с передней руки. Маджи, кстати, у Сергея весьма-весьма увеситый. Вот включается Синистра, увлекся сам в своей атаке. А вот лоу-кик, кстати, выходил бы очень жесткий, если бы попал бельгиец. Но обошлось. Серега подключает сейчас уже правую руку. Он и с передней руки точно. Он выцеливает, как раз вот сейчас плечо так Синистра немножко уводит для того, чтобы удары нести. И заходит постоянно через корпус и через апперкот. И сейчас главное не пропускать по ногам, потому что очень они увесистые, они накапливаются. И если нога пробьется, то, конечно, приедем будет уже немножко другого качества. Ох, хорошо, как попадает Синистра, да, в ответ. Качнул корпусом, пробил между перчаток. Угу. Ух ты, вот, в общем-то, Синистра уперся. Так тоже прочувствовал момент. Начинает пожестче попадать, вкладывается. В общем-то, тоже понимает прекрасно, против кого он стоит и как нужно работать. У него сейчас должно быть больше, конечно, передвижения. Дорогая, что это выносливость. Она своя, не дядяная. Снова лоу. А вот теперь начинает Сергей прикрамывать. Все-таки вот здесь почувствовал. И апперкоп пропускает сейчас. Да, и вот еще один лоу. И вот руку как раз подставлял. Такая вообще классическая, может быть, рефлекторная даже штука появляется, когда ты руку поставляешь, пытаешься подхватить снизу ногу соперника. Вот достает с перешагом. По отходящему сопернику справа Сергей. Апперкоп попал. Апперкоп попал и выдохнул, а что вы знаете в какой-то момент. Синистр тяжелой ему, конечно. Хорошо. Есть, пробил. Прекрасное попадание. Аж подлетел. Прекрасное попадание. Это коллега в корпус, ребят. Да, причем куда-то в район Селезенки, так справа, выстрелил Сергей Харитонов. Тяжело, да. Это чистой воды корпус. Да, блоки он показывает. Ну да, есть возможность продолжать. Конечно, будет дорабатывать. А тычка просто падает синистра. Ну, собственно, все. Вот и поговорили. Не, я думаю, поднимется. Я думаю, как минимум еще будет продолжать здесь. Постоит. По-хорошему мог бы еще и капу выплюнуть. Так вот. Ну, по совести, да. Если тебе надо восстанавливаться и ты планируешь продолжать. Другое дело, что мы сейчас сомнём. Апперкоты. И колено еще. Колено в углу зажимает синистра. Поднимает колено. И просто в плотном блоке находится сейчас. Бельгиец доживает до окончания. 20 секунд остается вопрос, достоит или нет. Ну, переживать надо. Тяжело, да. Пытается встретить третья точка. Ну, здесь додавил просто. Просто додавил. 10 секунд слышали. Опять третий нокдаун. Ну, сейчас может до угла надо дойти. Нет, все. Третий нокдаун. Третий нокдаун. Когда я готовил материал по этому бою, то узнал, что Фредерик Синистра, матерый боец, прошедший сотни поединков в своей карьере. К огромному сожалению, спустя три года после этого боя покинул этот мир из-за осложнений, связанных с заражением COVID-19. Покойся с миром, боец.